Эта программа говорит губернию. Вот сколько не говоришь о воспитании детей в школе, вот почти все родители уверены, что неправильно их у детей учат. Ты знаешь, я вот тоже... Даже азбуку неправильную. Ну, про азбуку, наверное, нет. Все-таки, если говорить вообще об азбуке русской, то там 33 буквы, и не добавишь, не отнимешь. Хотя, честно говоря, некоторые правила можно было бы внести, но тем не менее. Нет, я имею в виду азбуку, по которой учат в школе. Да, ты помнишь? Там, там, Юла и так и так далее. Да, Юа – это вот ежик. Так вот, ну, все говорят, что надо какую-то новую сочинить, соответствующую духу времени. Так вот, ваша мечта сбылась, и именно сейчас Фонд развития социальных инициатив запустил общественный проект «Азбука о важном», который для своих детей сейчас составляют родители. И вы реально можете в этом участвовать и составить будущую азбуку для ваших детей. Ну, если «Азбука о важном», то это уже не такая азбука с Юлой и ежиком, да, насколько я понимаю? Ну, вот сейчас представлю гостя, он все расскажет. Виктор Михайлович Суриков, начальник отдела мониторинга межнациональных отношений, профилактики экстремизма и комитета по внутренней политике правительства Хабаратского края. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Я ничего не перепутал. Родители же имеют право участвовать, да? Обязаны. И в их интересах. Давайте сначала расскажем о проекте «Азбука о важном». О чем он? Что вот его основное звено? Ну, я хочу начать с того, что 9 ноября прошлого года президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином был подписан КАС-809. Это об утверждении основ государственной политики в области традиционных основ духовно-нравственного воспитания. И вот в рамках вот этой работы, которая начала проводиться в целом стране и в Дальневосточном федеральном округе, в Хабаровском крае в частности, скажем так, и было вот взято вот это вот креативное, очень интересное направление, как «Азбука о важном». Как одно из важнейших направлений воспитания детей и рассказ детям о наших традиционных духовно-нравственных ценностях. Ну, давайте, чтобы сразу понятно было, о чем идет речь. И мне просьба дадим, во-первых, электронный адрес этого проекта, и, во-вторых, после этого покажем сайт, и вы, в принципе, поймете, о чем идет речь. То есть люди заходят по этому электронному адресу, попадают на этот портал и, во-первых, смотрят, какие буквы алфавита уже придуманы. Вы знаете, они могут любую букву алфавита, на любую букву алфавита, хоть на все буквы алфавита, потому что сейчас идет сбор всех предложений от родителей, можно даже от школьников, от студентов, от старшего поколения. Смысл заключается в чем? Чтобы каждый человек предложил свое определение духовно-нравственной ценности и дал ей определение. Самое лучшее, оно войдет в более широкий формат азбуки о важном, и кто даст лучшее определение, те будут награждены первыми экземплярами. А можно я сразу спрошу, там некоторые буквы уже вот такие красочные, а некоторые как будто вот еще только додумываются. То есть вот, 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 если там вот не такой яркий знак, то это еще в стадии разработки, да? Нет, дело в том, что вот этот экземпляр, это первый, скажем так, сигнальный экземпляр, он разрабатывался 30-31 апреля, это было второе совещание в городе Москве организаторов воспитательной работы и патриотической работы вот в рамках вот этого указа президента. И был произведен, так сказать, мозговой штурм. Там участвовало 250 организаторов со всего Дальнего Востока, с 11 субъектов Российской Федерации. И в течение полутора часов, вот, вот, они, скажем так, вот эту азбуку... Чуть-чуть выше поднимите, пожалуйста, чтобы видно. Да, вот эту азбуку они набросали, это, скажем так, пилот мозгового штурма в течение полутора часов. Поэтому сейчас принято решение, скажем так, более подробно разработать данную азбуку и привлечь к ней большее количество людей, именно и родителей, и студентов, даже и старшие поколения. Потому что, вы знаете, вот, когда здесь начинаешь читать вот те слова, которые предлагают, а потом, когда ты несколько знаешь больше, что не значит в современном мире, то начинаешь задумываться о том, что все-таки правильная работа это проводится по духовно-нравственному воспитанию. Но это все-таки, насколько я понял, да, если я ошибаюсь, поправьте меня, это вот защита традиционных ценностей, патриотизма, все ведь так, да, получается. Мне, знаете, что, где-то не то, чтобы удивило, но я посмотрел иллюстрации, и вот это слово «честь», да, ведь очень трудно подобрать к иллюстрации. Давайте еще раз посмотрим. Это слово с таким огромным, да, значением различным, ну, то есть оно очень глубокое само по себе, ведь это не только буква, да, слово, это еще и иллюстрация какая-то, то есть это огромная команда работает. Предлагается каждому человеку дать свое понятие, свое определение, как он это понимает. Я вот просто тут, исходя из этой азбуки, хотел несколько других примеров привести. Да, пожалуйста. Вот, к примеру, вот на обложке, в самой азбуке нет, есть, скажем так, патриот, патриотизм. Мы знаем, что патриот — это человек, любящий Родину. Патриотизм — это ваши действия во славу процветания Родины. Что у нас в последнее время происходило? Многосельственное зарубежное НКО нам говорили, что НКО, то есть, извиняюсь, что патриотизм — это вообще постыдное занятие, и этим стыдно заниматься. И вообще приводили такое очень интересное высказывание одного известного английского литературного критика Семейла Джонсона, который еще два века назад сказал, что патриотизм — это последнее убежище негодяя. Но вообще-то Семейл Джонсон говорил о другом, что некоторые люди используют патриотизм, чтобы прикрыть свои низменные интересы. Но наши последователи вот этих зарубежных НКО, они не приводили вторую составляющую, о которой я сейчас хочу рассказать. Знаете, вот всем известный факт. 2001 год, 9 сентября. Террористический акт в Нью-Йорке и две башни Близнецов, они упадают. Через полтора месяца президент США Джордж Буш издает указ. Значит, он называется «Осполчение и укрепление Америки». Там очень длинное название. Но вы знаете, как он назывался кратко? Очень кратко и очень показательно. Он назывался «Патриотический акт». Вот сейчас можно в интернет зайти, посмотрите, сразу найдете ссылку. То есть получается так. Нам они рассказывали, что вроде патриотизм постыдно для себя. Если есть какие-то неразгоды для государства, сразу же вопрос патриотизма встает на первом месте. Поэтому и для нас, у нас сейчас очень непростые времена, вопрос патриотизма, вопрос любви к родине, у нас это краеугольный камень существования нашего государства. Поэтому вот в азбуке о важном детям, ну и не только детям, вот от таких надо и досиди, надо рассказывать о том, что такое патриотизм, что он для нас сейчас означает. Ну, мне кажется, любой человек понимает, что детей надо воспитывать патриотов. Вопрос весь в том, как это делать ненавязчиво, и чтобы не вызвать отторжение. Да, это не было для галочки, скажем так. Ну, мне кажется, замечательно, что людям предложили самим в этом участвовать. То есть вы можете зайти на сайт, давайте еще раз дадим электронный адрес, просто, он пусть по 20-23 точка рука. Да, вы посмотрите, вполне возможно, вам что-то не понравится. Вы можете туда написать, выдвинуть свои предложения. И чем больше будет предложений, тем ближе к истине мы окажемся, да? Да, дело в том, что до 10 мая идет сбор предложений, затем радиационная коллегия будет рассматривать, и через определенное время мы получим уже оконченный совместный продукт. Это как раз перекликается с темой выборов, о чем мы говорили в первой части программы. Если вам что-то не нравится, ну, принимайте участие, ходите на выборы. Если вам не нравится, как воспитывать будут ваших детей, составляйте вместе азбука. В принципе, от вас зависит, да? А понимаете, вот здесь вот, когда азбуку смотришь, вот я еще немножко вернусь, вот здесь есть слово «папа» и «мама». Вот, казалось бы, совершенно простые слова, абсолютно простые слова. Вот почему ребенку надо о них говорить? Да потому что, к сожалению, западной ценности нам не папа и мама прививают, а родитель один и родитель номер два. А у нас в традициях и обычаях каждого народа, каждой национальности, населяющей нашу многочисленную родину, почет и уважение к родителям, к отцу и матери – это одно из треугольных камней. Виктор Михайлович, а когда мы увидим уже окончательный вариант азбуки? Важный. Ну, где-то, я думаю, через полгода. Через полгода. Она будет внедряться в школах, я не знаю, в детских садах. Вы знаете, с детских садов, с веслей детских садов, и в школы, и в библиотеки школ, даже вплоть до высших учебных заведений. Вы знаете, пять лет назад, возможно, я бы вместе с многими моими знакомыми над этим посмеялся, сейчас я уверен, что это надо. Потому что, извините, когда со всех сторон вот на тебя давит, там, третий пол, там, запрещают местоимение мужское или женское употреблять, это реально происходит? Ну, в любом у нас в стране. Все-таки. Еще не с ней все. Да, да. Я согласен, что этому надо как-то противодействовать. Ну, или вот, я еще тоже немного... Иначе человечество вымрет. Да, вот буквы О – обычай, да, и буквы Т – традиции. Вы знаете, вот у нас в крае Ассамблея народов Хабаровского края, и у нас в крае прозревает более 145 национальностей. И Ассамблея народов Хабаровского края совместно с нами проводит большую работу в нашем многонациональном крае, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый знал обычаи, традиции всех, кто здесь живет. И вы знаете, вот когда ты знаешь обычаи и традиции всего народа, ты становишься и духовно богаче, и крепче, и дружнее, самое главное. Дружнее. Мы узнаем друг друга, мы становимся дружнее. Мы дружнее, мы едины. А когда мы едины, мы непобедимы. На мой взгляд, вот все это воспитание ребенка, ну, нормальным, среднестатистическим, в этом нет никакого принуждения. Человек пусть вырастет нормальным ребенком, а потом, когда он станет взрослым, он сам для себя принимает решение, как ему жить дальше. Ну, по крайней мере, ребенок, который еще не может соизмерять свои поступки, должен быть воспитан определенным образом, как это человечество всегда воспитывало. Если начинать экспериментировать вот с юного возраста, он просто не повзрослеет. Ну, у меня на такой взгляд. Я, когда был маленьким, мне моя бабушка говорила так, ребенка надо воспитывать, когда он помещается поперек лавки, когда вдоль уже поздно. Ну, да, я согласен. Напоминаю, что до 10 мая вы можете зайти по этому адресу на портал Азбука о важном, да? Да. Да, и принять участие в составлении ее. Это я с Буке. Егор, у тебя чего вопрос? Нет, я просто хотел сказать, что у нас есть разговоры о важном как предмет, а вот Азбука о важном. Это одно дополняет другое. Это да, это в дополнение совершенно верно. Это в дополнение этому разговору. А еще, мне кажется, для того, чтобы воспитывать ребенка, ну, прежде всего, патриотом, надо его воспитывать на каких-то вот местных примерах. И после короткой рекламы мы об одном таком примере поговорим. Спасибо. У нас в гостях был Виктор Михайлович Суриков, начальник отдела мониторинга межнациональных отношений при флакте экстремизма Комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.